Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Юлия Долгова, я генеральный директор агентства LabelUp. И мы делаем в целом все, что связано с блогерами, только мне бы еще презентацию нашу запустить, было бы вообще прекрасно. Супер. В общем, мы делаем все, что связано с блогерами и делаем это с 2014 года, но, как вы знаете, в 2022 году наша жизнь очень сильно изменилась и все, что связано с блогерами превратилось в нечто иное, скажем так. И инфлюенсер-маркетинг, каким мы его с вами привыкли видеть, он фактически умер и пришлось учиться жить заново. Что, собственно говоря, случилось в нашем рынке? У нас ушли все привычные нам площадки. Половина площадок, которые нам привычные, их заблокировали. Половина площадок лишили блогеров мотивации и нам пришлось думать о том, какие пассивные или дополнительные источники заработка нашим блогерам, которых мы ведем на эксклюзиве, нужно найти. И самого интересного, если мы говорим именно об околометавселенных и о аудитории поколения Z, то у нас был TikTok, на который мы приземляли большинство спецпроектов, которые связаны с аудиторией Z. И мы лишились наших хэштег-челленджей, мы лишились наших спецпроектов. И мы долго думали, а чем же нам в текущей ситуации всю эту историю заменить, куда отправить наших рекламодателей, потому что на всех новых платформах, которые появились по работе с инфлюенсер-маркетингом и на которых можно было как-то более-менее всю эту вакханалию приземлить, у нас очень поехали бенчи, у нас поехала стоимость. Мы точно не знаем, сколько должен стоить просмотр на той или иной площадке. Нужно тестировать дополнительные гипотезы. И мы подумали о том, чем еще можно заниматься. Подумали, что было бы здорово поискать нашего потребителя, особенно нашего потребителя в поколении Z на других площадках. И метавселенные оказались как раз тем самым местом, где мы можем мало того, что найти аудиторию, контакт с ней стоит достаточно дешево. Эта площадка растет с каждым месяцем, с каждым годом, мы надеемся, что тоже продолжит расти. И самое интересное, что на нее можно приземлить все те спецпроекты, которые мы проводим как в онлайне, так и в оффлайне. И удержание пользователя на этой площадке одно из самых высоких, которые мы видим сейчас. Но что же я все про свой инфлюенсер-маркетинг. Я передам слово сейчас Алене Буяновой. Она коммерческий директор этого направления. И она, как никто, расскажет, какие тренды сейчас в инфлюенсер-маркетинге, в метавселенных есть и какие инструменты действительно работают. Алена. Спасибо, Юля. Всем привет. Хочется сначала вообще понять аудиторию. Поднимите, пожалуйста, руку, кто хотя бы раз слышал слово метавселенные. Прекрасно. А кто хотя бы раз был внутри метавселенной на любой платформе? Это уже сильно меньше. Да, уже сильно меньше. Наш фаундер обычно шутит, что метавселенные – это как секс в старшей школе. Про него все говорят. Но что это такое, знает только учитель. Поэтому здесь примерно так же. То есть все слышали, но что это такое, как туда попасть, мало кто знает. Поэтому сегодня я вам об этом расскажу. У метавселенных действительно нет определения единого. И мы чаще всего оперируем понятием, что метавселенные – это новый канал коммуникации для потребителей и сотрудников. И действительно, бренды в России сегодня идут в метавселенную в первую очередь. Первое – за решением маркетинга и пиар-задач созданием спецпроектов. И второй крупный блок – это HR-задачи, когда мы встречаемся с сотрудниками не в Zoom, а уже в метавселенной и проводим там обучение, анбординг и другие мероприятия. Также хочется проговорить, что метавселенных сегодня достаточно много. Мы как агентство концентрируемся на трех самых популярных – это Roblox, Minecraft и Decentraland. Сегодня самой популярной метавселенной является Roblox. И я сегодня сфокусирую ваше внимание на этой самой популярной площадке, на которой сегодня более двух миллионов активных пользователей каждый день в России. Теперь перейдем точечно, для чего туда вообще приходят бренды, какие задачи они решают и каких целей достигают. Первая задача, которую преследуют бренды, которые интегрируются в метавселенные – это узнаваемость бренда, наращивание лояльности, привлечение новой аудитории. И если брать, например, Roblox, то там более 70 аудиторий – это до 18+, то есть это детская целевая аудитория. И если бренды туда приходят, то они в первую очередь хотят вырастить эту аудиторию. Второй по значимости блок – это вовлеченность. Это, наверное, мой самый любимый блок, потому что благодаря этому блоку, для этого блока, точнее, существует достаточно много инструментов, начиная от игровых механик и заканчивая самым любимым среди пользователей метавселенных – это UGC-контент. UGC-контент – это такой мерч внутри метавселенной, который можно носить как в мире бренда, так и вообще во всем Roblox, в котором, напоминаю, более 2 миллионов активных пользователей в России и более 200 миллионов активных пользователей во всем мире. Давай расскажем про мерч отдельно. Да, например, допустим, мы создаем какой-то брендированный мерч бренда, я его покупаю в игре или получаю его в подарок за какие-то действия и нашу его по всему Roblox. Тут хочется привести в пример один из наших кейсов. Мы совершенно недавно тестировали гипотезу, было 3 сентября, мы создали малюсенькую локацию, поставили там календарь и попросили пользователя перелистывать календарь. И все. Больше на локации делать было нечего. Без анонсов, без пиара, без какого-либо продвижения за день к нам пришло 5000 пользователей, они провели в игре 3 часа, чтобы получить этот UGC-контент. Кепку. Кепку, да. С автором, который поет песню 3 сентября. Да, то есть там была такая шляпа, так скажем. И пользователи были готовы просто стоять, перелистывать календарь, просто там разговаривать друг с другом. То есть пользователи готовы делать что угодно в мире бренда, если им дарят как раз вот этот UGC-контент и он бесплатный. То есть в метавселенных вовлечение пользователя достаточно сильнее, чем, например, на лендинге или на других каналах. То есть на 3 часа, к сожалению, даже самым красивым дизайном и красивым видео мы не всегда можем удержать пользователя. Также метавселенные помогают представить новый продукт на площадке. Это достаточно упрощает задачу, потому что именно в метавселенной мы можем примерить на себя одежду какую-то, потрогать, посмотреть, покрутить, выбрать упаковку. То есть для брендов это такая прекрасная площадка, где можно создавать такой интерактивный опыт пользователя с продуктом. Следующая история охват и здесь пойдет речь про продвижение внутри метавселенных. Если мы берем Roblox, то в Roblox есть такой классный инструмент, он называется порталы. Это такие брендированные двери, которые располагаются в других локациях брендов, точнее даже не брендов, а коммерческих миров. То есть условно мы создаем локацию для бренда и ставим порталы в других мирах. Пользователи к нему подходятся, прикасаются и телепортируются на локацию бренда. За две недели мы приводим 300 тысяч пользователей, за месяц более 600 тысяч пользователей. И тут, внимание, бенчмарк по этому инструменту от 1 до 3 рублей за уникального пользователя. Это, как подтвердит Юля, почти как в 2021 году, когда мы жили и горы не знали. Да, те бенчмарки, к которым мы стремимся сейчас по работе с блогерами, потому что, как вы знаете, у нас сейчас бенчмарк возрос до 5 рублей за одного уникального пользователя, если мы говорим про спецпроекты с блогерами. Да, совершенно верно, поэтому если вам нужны дешевые уникальные пользователи, приходите. Ну как дешевые? Относительно дешевые. Да. Что касается увеличения продаж, тут буду с вами честна, инструмент до конца не совершенен сегодня, но тем не менее, уже сегодня в России можно создавать конференции, проводить концерты, мероприятия и продавать на них билеты или NFT, какой-то мерч, NFT-билеты и так далее. Этот слайд должен вас впечатлить огромными цифрами, может кто-то его видел, это исследование McKinsey, в метавселенные компании активно инвестируют и эта сумма постоянно увеличивается. Что касается в России, в России эта история только набирает обороты и мы только приходим к тому, что бренды интегрируются в метавселенные, но тем не менее, сегодня российские бренды уже есть в метах и это крупные операторы, Билайн, Мегафон, МТС, телеканалы, Суббота, Пятница, Тинькофф, Самокат. Самокат достаточно много брендов, поэтому у российских брендов есть огромный интерес в этом направлении и они приходят в этот канал для того, чтобы тестировать гипотезы, но здесь есть уникальная особенность данной платформы, она связана с тем, что создавая локацию для бренда, например, в Роблоксе, эта локация будет принадлежать бренду навсегда. То есть в дальнейшем произойдет амортизация площадки, это значит, что создавая какую-то локацию для бренда, мы сможем ее развивать. Мы сможем создавать стратегии развития мира, обновлять его, возвращать пользователя и удерживать его там максимальное количество времени и даже лет. Так, также важная история, это фиджитал история, это так называемые горизонтальные линии между виртуальным и реальным миром. Пользователи очень любят, когда мы все-таки не уходим в виртуальности, живем там, а все-таки возвращаемся в наш мир и, например, на одном из кейсов с телеканалом Суббота мы интегрировали бренд Самокат в мир. У нас ходили там курьеры, были раскиданы логотипы, собирая логотипы Самоката я получала промокод и могла из медселенной пойти на сайт бренда, обменять эти промокоды на скидку. И очень часто бренды интегрируют такие механики для того, чтобы все-таки переводить пользователя на свои площадки, ну и все-таки напоминать, что мы живем в реальности. Если говорить про спецпроекты с блогерами, с амбассадорами, то мы очень часто делаем такую историю, если бренд выбирает какого-то просто LTP блогера, с которым он сотрудничает на долгосрочной основе, или блогера, прям полноценного амбассадора, то нам очень легко интегрировать его аватар в какой-то из миров и провести активность там с ним. Если это селепа или звезда, он может, допустим, провести концерт, и вы даже можете продавать на это билеты. Да, следующий слайд. Хочется завершить наше выступление одной из моих любимых фраз о том, что метавселенная, дополненная реальность, искусственный интеллект, когда-то заменят человека, заменят себя, но только в том случае, если у тебя нет сердца. Поэтому любите, творите, оставайтесь людьми и делайте классные проекты. Спасибо. Мы будем очень рады вопросам. Да. Девушки, привет. Спасибо большое за отличное выступление. Вопрос следующий. Вот вы сказали, что блогера можно подписать на Digital Avatar. Сейчас есть кейсы, когда актеры сталкиваются с тем, что у них сперли, допустим, их голос и что-то такое, оно пошло гулять по сети, и им фактически не принадлежит. А мы знаем, что блогеры за каждый чих хотят дополнительных денег. Вот такая надбавка за вредность у блогера. Насколько они легко на это идут, вот на Digital Avatar, и сколько это стоит? Ну, X сколько? Спасибо. На самом деле все зависит, X сколько, очень зависит от того, насколько мы вдохновили этим проектом блогера. Потому что если у него уже есть амбассадорский контракт, и мы говорим, что мы создадим тебе супер-пупер классного аватара, которым ты сможешь пользоваться, мы его полностью отрисуем с тобой, согласуем. Пока мы X-ов, как если мы говорим, допустим, слушай, мы с тобой сделаем пару постов, а потом еще немножко их в ТВ попользуем. Вот таких X-ов мы здесь не видим. Но, конечно, увеличение стоимости за использование изображения блогера на территории метавселенных, в том числе и Роблокс, конечно же, есть. Друзья, еще вопросы? Еще один можем. Может, кто-то хочет спросить, какая модель должна быть телефона, чтобы в Роблоксе телефон не разряжался через две минуты? Какая? Любая. Любая. Он все равно будет разряжаться. Да, еще один вопрос, да. Вон там вопрос есть. Подскажите, пожалуйста, это вообще какое-то приложение, которое можно скачать в App Store? Да? А можно еще раз вывести? Есть на него QR-код? Роблокс. К сожалению, QR-код сегодня не вывели, называется Роблокс. Можно скачать на телефон, зарегистрироваться, создать свой аватар, кастомизировать его, зайти во все наши миры. Если мы сейчас с вами познакомимся отдельно, я вам покажу, как это сделать. Спасибо. Из последнего что у нас? У нас Билэнд есть. Мир бренда Билайн. Можно в него поиграть. Да. Яндекс.Маркет. Или мы его еще не выкатили? Выкатили. Вот, все. Значит, можно еще в него поиграть. Все, тогда спасибо. Спасибо. Спасибо, девушки. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»